Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 9 ноября. И как обычно, я по традиции начинаю с огромных слов благодарности тем, кто поддерживает проект «Незламные сердца» на закупку и производство дронов для наших словетных бригад, Сбройных Сыл Украины. Ну и дальше, призываю вас, сбор денег продолжается. Задавали вопрос, там, конечно же, с подковыркой, так, производство или закупка? Закупка комплектующих и производство самих дронов. Сборка осуществляется в Украине. И закупаются только комплектующие для этих дронов. Часть комплектующих производится тоже в Украине. Поэтому я и озвучиваю, что закупка и производство волонтерским фондом «Незламный сердца». Поэтому, кто чем может, помогайте. Это все идет на фронт для наших военных. Ну и мы уже с вами знаем, это девиз фонда, и довольно емкий и правильный, на мой взгляд, точно отображающий картину, что дроны как патроны. Их много не бывает. А мы с вами возвращаемся к оперативной обстановке. И она сложилась за прошедшие сутки следующим образом. Рашидские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Это было, применив две ракеты. Разнотипные, кстати. Одна ракета была управляемая Х-59. Это воздух-земля. Она была сбита. Так что никакого ущерба не принесла. А вот ракета Х-31, особенность этой ракеты, тоже воздушного базирования ракета, запущенная с самолета, тоже в воздух-земля, это противорадиолокационная ракета. И эта ракета была запущена в направлении города Одессы. И как раз в этот момент в Одесский порт заходил сухогруз, иностранный сухогруз, под флагом Либерии. Естественно, ракета противорадиолокационная, она угодила в антенну, в надстройку. Палубную надстройку этого судна. И, естественно, взорвалась и уничтожила антенну на этом судне. Особенность состоит в том, что один человек погиб, трое человек получили ранения. Судно под флагом Либерии. Сейчас посмотрим на международную реакцию самой Либерии. Но парадокс заключается в том, что Россия еще раз выстрелила себе в ногу. Дело в том, что это судно зашло в Одесский порт под загрузку рудой. Руда предназначалась для Китая. То есть теперь Китай недополучит очередные несколько десятков тысяч тонн руды, которая должна была быть отгружена на это судно и отправлена в Китай. Вот такую вот сами себе медвежью услугу оказали расшисты, ударив по этому судну. Судя по тому, что была применена специфическая ракета, действительно целью могло быть именно какой-то из суден, понимая, что радары включены, антенны работают. Естественно, ракета видит эти антенны и поражает цель. Россия хотела, видимо, таким образом запугать и еще раз пригрозить, точнее попытаться перекрыть зеленый коридор по вывозу грузов и товаров, в том числе и зерновых, и других видов грузов из портов Украины. Ну а оперативная обстановка за прошедшие сутки сложилась следующим образом. На линии фронта за прошедшие сутки было зафиксировано 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных удара, 48 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта на всю глубину досягаемости своих огневых средств. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, есть разрушения как жилого фонда, так и гражданской инфраструктуры. Сейчас проводятся восстановительные работы, раненым оказывается помощь, и, конечно же, мы скорбим о погибших в результате этих террористических атак. Также авиационные удары наносились за прошедшие сутки в основном в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Под артиллерийский огонь рашистских войск попали более 100 населенных пунктов. И это в основном Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевские области. Обстрелы велись фактически по всей прифронтовой зоне, в том числе и на правом берегу Днепра. По зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск на севере группа войск «Север» там существенных изменений не произошло. На Волынском и Полесском направления ситуация стабильная и контролируемая, без изменений. На Северском и Слобожанском тоже ситуация стабильная, без особых изменений. И, к сожалению, удары артиллерии продолжаются со стороны рашистской территории. Ну и авиационные удары вот по Харьковской области на Слобожанском направлении тоже, к сожалению, присутствуют. И есть жертвы и разрушения. Далее у нас зона ответственности группы войск «Хортиц». Это уже линия фронта и первое «Купенское» направление. Здесь самой горячей точкой на Купенском направлении остается населенный пункт «Синьковка» Харьковской области. За прошедшие сутки враг шесть раз пытался атаковать наши позиции. Ну, они пытаются перерезать ракадную дорогу, которая идет с Купенское на юго-запад, практически вдоль линии фронта. Она примыкает к линии фронта и опускается туда южнее, в сторону Лимана. Но враг пытается прорвать нашу оборону с целью перерезать эту трассу. Почему? Потому что она довольно... Она, во-первых, позволяет нам маневрировать силами и средствами вдоль линии фронта. Во-вторых, она является дорогой, снабжающей наши войска на линии фронта. Но все попытки прорвать нашу оборону в районе населенного пункта «Синьковка» не увенчались успехом. Все шесть атак были отбиты. Линия фронта не изменилась. На Лиманском направлении тут немножко сместились акценты. Уже не Серебрянское лесничество, а Ново-Егоровка. Там противник пытался проводить штурмовые действия в прошедшие сутки. Но успеха не имел. Все его попытки были отпресечены и отражены нашими войсками. Бахмутское направление. Тут наши воины отразили около 30 атак противника. 30. То есть, видите, интенсивность боевых действий растет. Выросла даже практически на 50% за сутки. В основном это были попытки контратак наших позиций в районе Богдановки, Хромова, Клещиевки и Андреевки. Враг пытается либо вернуть утраченные позиции, так как в районе Клещиевки и Андреевки, ну а в районе Богдановки и Хромова просто штурмует наши позиции с целью захвата наших территорий. Силы обороны. Все атаки были отбиты. Ни одна из атак не увенчалась успехов, несмотря на их такую огромную численность. Кстати, это получается, что интервал был меньше часа между атаками на Бахмутском оперативном направлении. 30 атак за прошедшие сутки. Тем не менее, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия позиций врага южнее Бахмута, на южном фланге Бахмута. И там, где нам удается продвинуться вперед, мы сразу же закрепляемся на достигнутых рубежах. Далее у нас с вами зона ответственности группы войск Таврия. Авдеевское направление. Тут продолжаются попытки врага по окружению Авдеевки. Атаки идут одновременно с нескольких направлений. Вот это, ну, можно сказать, что активизируется враг. Хотя и по сравнению с первой, второй попыткой попыткой возобновления наступательной операции в районе Авдеевки, сейчас нельзя сказать, что в полную силу противник пытается штурмовать Авдеевку по всему периметру, по всей линии фронта вокруг этого населенного пункта. Атаковал противник практически одновременно на направлении Керамик Степной Авдеевки, в направлении Керамики Степного Авдеевки, Северного Первомайского. И на этой вот огненной дуге, если так можно ее назвать, что она действительно похожа на дугу, силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили более 10 атак противника. Да, это намного меньше, чем на Бахмутском направлении, но здесь атаки более многочисленные, более ожесточенные. Также враг проводил штурмовые действия в районе Степного. К сожалению, надо констатировать, имел успех, продвинулся на запад от Степного. И наступление было сразу на нескольких участках в районе самого населенного пункта. И противнику удалось зацепиться за несколько наблюдательных позиций, спешек наших на западной стороне железной дороги, чего ему долго не удавалось. Кроме того, расисты зашли и закрепились на дачах севернее населенного пункта Степного. Сейчас там пытаются, они пытаются дальше атаковать наши позиции в поисках слабых мест нашей обороны. Ситуация очень динамичная. Нельзя сказать, что они там полностью закрепились. Некоторые позиции могут еще переходить из рук в руки, потому что мы сразу же контратакуем тоже и пытаемся вернуть себе утраченные позиции. Так что единственное превосходство врага здесь на этом участке в районе Степного это его численность. Это его численность. И за счет этого количества они пытаются просто забросать наши позиции телами. Так что посмотрим, как будут развиваться. Бои идут очень ожесточенные и атаки идут практически на отдельных участках. Вот такие, как в районе Степного. Атаки идут практически непрерывные. Далее Марьинское направление. Здесь тоже продолжаются штурмовые действия. Марьинка и Новомихайловка. Два самых горячих населенных пункта. Количество атак за прошедшие сутки 20. Более 20 атак. Ни одна из них не увенчалась успехом. Здесь тоже наши войска, как на Бахмутском направлении, отбили все атаки. Враг понес потери и откатился на исходные рубежи. Шахтерское направление. Тут штурмовые действия в районе Старомайорского и южнее Причистовки осуществлялись рашистскими войсками. Тоже все штурмовые действия врага были безуспешными. Линия фронта не изменилась. Все атаки были отбиты. На Запорожском направлении противник активных наступательных действий не проводил. В то же время силы обороны Украины ввели штурмовые действия и в районе Вербового мы потихонечку начали срезать выступ. Там, если на карту Deep State вы посмотрите, в районе Вербового есть такое вклинение в нашу оборону. Это даже не вклинение было. Это мы обошли и такой образовался выступ в глубину нашей обороны. Так вот, этот выступ наши войска начали постепенно срезать. За прошедшие сутки мы продвинулись. Наша штурмовая пехота отбрасывает врага с передовых позиций и пытается выдавить их этот выступ, выровнять линию фронта. У нас есть там тактический успех. И остается у нас с вами зона ответственности группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Здесь наши силы пытаются, обороны пытаются вести контрбатарейную борьбу. К сожалению, огневое воздействие врага как с помощью авиации, так и с помощью артиллерии осуществляется от Никополя до Херсона. Мы понимаем, что обстрелы идут в основном по жилым кварталам, по гражданской инфраструктуре. Есть жертвы среди гражданского населения. Ну, я уже объяснял проблема контрбатарейной борьбы поймать артиллерию врага на огневых позициях. Также наши силы обороны продолжают боевые действия на левом берегу. Плацдарм, два плацдарма в районе железнодорожного и в районе автомобильного Антоновских мостов, они уже объединены в один. Это уже один плацдарм. И мы расширяем там серую зону, ведем активные боевые действия. Уже начинается переправка техники. Кстати, надо отметить, что даже враги отмечают достижения наших войск здесь в районе этих двух мостов, что мы наладили, не просто наладили там, организовали, точнее, боевые действия, мы даже наладили снабжение нашей группировки войск на левом берегу и довольно активно ведем боевые действия по расширению и удержанию этого плацдарма. Сколько враг не старается, все равно не может ликвидировать этот плацдарм, не может выбить наши войска с левого берега. Наоборот, наши войска развивают там успех. В качестве как бы вывода можно, наверное, привести слова президента Зеленского, которые он сказал в интервью во время видеообращения к конференции Reuters Next в Нью-Йорке вчера. Президент обрисовал ситуацию на сегодняшний день и перспективы на зимнюю кампанию, что, кстати, дает ответ на многие вопросы, которые в том числе вы задаете в своих комментариях. Так вот, президент сказал, что 8 ноября украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении, это Работина, Плацдарм Работинский, дальше Бахмутском направлении, российские источники заявили, что украинские силы провели нападение в районе Работиного, Новопрокоповки и Вербового. Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к конференции Reuters Next в Нью-Йорке 8 ноября заявил, что украинских сил есть план боевых действий на 2024 год. Мы запланировали как мы будем вести боевые действия в зимней и весенней кампании 2024 года, которые он не может по понятным причинам раскрыть, но сказал, что украинских сил есть несколько путей для будущего наступления на юге Украины, в востоке Украины и Херсонской области. Также есть планы продвижения в конкретные оккупированные города. Украинские силы продолжают без перерыва контрнаступательные операции на нескольких участках фронта и украинские официальные лица продолжают указывать, что эти операции будут продолжаться и этой зимой. Вот такое заявление в своем видеообращении озвучил президент Зеленский. Ну а мы идем дальше и у нас два слова мы скажем об оккупированных территориях и 1 ноября у железнодорожного вокзала Симферополя группа мобилизованных расистских военнослужащих из 26 полка 20 мотострелковой дивизии 8 общевой войсковой армии которая входит в состав Южного военного округа устроили драку во время которой нанесли тяжкие телесные повреждения заместителю командира этого расистского войска уже 7 ноября избитый террорист скончался в больнице Симферополя в тот же день мобилизованные избившие этого террориста дезертировали из своего подразделения они переодевали в гражданскую одежду и бежали из Крыма на территорию Краснодарского края Эрефии вот такая вот обстановка царит в оккупированном Симферополе на сегодняшний день это вот свежайшая буквально недельной давности информация кстати это подтверждает то что говорили наши представители партизанского движения или движения сопротивления в Крыму ОТЭШ о том что по любым причинам осуществляется дезертирство бегут и меры комендантские силы точнее несут службу в усиленном режиме в плане недопущения проникновения их на территорию Эрефии через Крым Крымский мост и через паромную переправу Керченскую паромную переправу так что Крым кишит дезертирами которые оставляют свои части по разной причине это еще те кто не доехал до линии фронта ну а насчет фронта я вам вчера приводил пример что в Херсонской области там участились случаи дезертирства мобилизованных в основном среди мобилизованных они отказываются от участия в боевых действиях и один из способов это дезертирство они бегут далее за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 3 удара по районам зенитно-ракетных комплексов противника подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов огневых позиций артиллерии 3 склада боеприпасов 4 района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники 3 средства противовоздушной обороны радиолокационную станцию 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника вот так поработали наши ракетные войска и артиллерия ориентировочные потери врага за прошедшие сутки в целом составили в оккупантах сегодня рекордная цифра больше тысячи 1080 оккупантов вот такие потери в личном составе понес ориентировочно понес враг за прошедшие сутки в технике и вооружении потери составили в танках 15 единиц в боевых бронированных машинах 18 единиц в артиллерийских системах 36 единиц в реактивных системах залпового огня 3 единицы в средствах ПВО 5 единиц в беспилотниках оперативно-тактического уровня 26 единиц в крылатых ракетах 1 единица в автомобильной технике 39 единиц и в специальной технике 5 единиц вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до извините от Сватова до Олешек но прежде чем на этом мы как бы военную обстановку закончим раздел на фронте и оперативных направлениях но прежде чем мы перескажем два слова о военно-политической обстановке я хочу напомнить это очень важно для нас с вами всех Верховная Рада Украины на основании поданья которое сделал президент Зеленский продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на 90 дней и так военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлены до 14 февраля 2024 года это для нас это очень очень важно поэтому огласить эту новость надо было необходимо ну а теперь два слова о военно-политической обстановке в стране и вокруг нее еврокомиссары в понедельник обсудили расширение Евросоюза и приняли предварительное решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Европейский Союз Брюссель готов начинать эти переговоры надо отметить что доклад попал в руки журналистов доклад еврокомиссии в котором говорится что из 7 пунктов Украина выполнила 4 и как сказала Урсула фон дерляйн что Украина на 99% выполнила необходимые требования осталось вот 3 еще пункта которые я так понимаю в ближайшее время будут выполнены нашей стороной и до Рождества то есть до 25 декабря наша страна должна начать переговорный процесс о условиях вступления в Европейский Союз далее G7 в Токио в результате в результате заседания наш вопрос вопрос поддержки Украины был одним из ключевых на этом заседании так вот как итоги можно подвести следующее что поддержка Украины никогда не пошатнется об этом заявили министры иностранных дел стран большой семерки в Токио главы МИД во время сессии по Украине в Токио подтвердили намерение наращивать санкции против РФ и поддерживать Украину основные тезисы которые были там обсуждены это G7 будет оставаться единой в своей позиции по введению жестких санкций против РФ и оказанию поддержки Украине кстати Большая Семерка обсудила вопрос санкций против рашистских алмазов а это очень большая статья дохода для рашистской экономики если они сейчас введут эти санкции там решение принято то Россия потеряет довольно большой кусок валютной прибыли далее G7 ускорит усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению и реконструкции Украины то есть они рассматривают этот вопрос уже в среднесрочной перспективе далее необходимо продвигать процесс формулы мира вместе с международными партнерами то есть та формула мира которую огласила Украина где пунктом номер один стоит полный вывод рашистских войск нашей территории она взята за основу и большая семерка страны большой семерки обязуются продвигать этот процесс вместе с международными партнерами нашей страны а в РФ и в это время продолжают нарастать проблемы с техникой и вооружения и вот то что я говорил с одной стороны конечно да пропаганда работает надо отдать должное в Рашистской Федерации пропаганда очень сильна машина мощнейшая машина построена Путиным за 20 лет более чем за 20 лет пребывания у власти и тут что надо отметить то что они разрисовали что вот ВПК страна на военных рельсах ВПК работает на всю катушку но при этом Шойгу мечется по всем странам партнером просит боеприпасы в Иране в Китае в Северной Корее Северная Корея начинает там поставлять уже там больше миллиона снарядов предоставила РФ и правда они не знают как ими пользоваться как стрелять потому что они летят куда попало нет таблиц стрельбы под эти боеприпасы но тем не менее и вот очередное развенчание мифа о военно-промышленном комплексе Ирефии и о том что страна уже на военных рельсах Ирефия просит другие страны вернуть проданное им вооружение из-за огромных потерь в Украине об этом сообщает издание Wall Street Journal на свои источники я так понимаю со ссылкой на свои источники я так понимаю в разведсовообществе США сообщается что действующий поставщик вертолетных двигателей ОДК Климов не справляется с замещением масштабных потерь в вертолетной технике поэтому Ирефия ведет переговоры с такими странами как Пакистан Египет Беларусь и Бразилия о возврате важных запчастей которые были им поставлены ранее так в апреле рашистская делегация просила президента Египта вернуть двигатели для вертолетов Ми-8 и Ми-17 по последним данным нашего генштаба с начала полномасштабного вторжения оккупанты рашистские оккупанты лишились 324 потеряли 324 вертолета в ходе боевых действий в Украине вот вот вам и приплыли ВПК работает били себя в грудь кричали а на самом деле просят вернуть поставленные запчасти двигатели для вертолетной техники потому как ремонтировать оказывается нечем выпуск двигателей оказывается производить не могут вот такая вот такая вот такая вот приключилась история с военно-промышленной или приключается это кстати не только в авиационной сфере это это касается и ракеты они там еще могут собирать и то за счет того что они там в ручной кладе провезли ну я утрирую конечно но тем не менее провезли несколько плат с этими микрочипами только за счет этих серых схем если сейчас вот те же страны большой семерки они кстати обговаривали этот вопрос то надо ужесточить санкции чтобы особенно вторичные санкции против тех стран которые помогают россии обходить основные санкции то с ракетами то же самое будет картина с самолетным парком там вообще все глухо на сегодняшний день производство не ведется авиационной техники самолетной техники или самолетного парка вот но по танкам и по танкам и артиллерии там новых образцов можно несколько десятков в год всего лишь до батальона в год уралвагонзавод может сегодня производить новых танков до батальона мы батальон иногда за сутки двое уже сжигаем батальон на линии на линии фронта а те танки те 20 тысяч которые стоят на хранении оказались не настолько эффективными точнее не настолько пригодными к восстановлению вот что их вроде и много а толку от них не так уж не так уж европа европа опять ну первых звоночки появляются в европе на мой взгляд очень серьезные в мадриде прошел огромный митинг за мы за христианскую и анти мусульманскую испанию христиане вышли на митинг против исламизации в мадриде это отголоски ближневосточного конфликта и к сожалению его видите он как бы хотели или не хотели политики и сильные мира сего кто его там поддерживает и организовывает но он перерастает в такую я бы сказал даже он переходит в религиозное противостояние что может иметь очень пагубные и очень далеко идущие последствия для всего для всего человечества если оно начнет делиться сегодня по религиозному признаку или принципу тут как ни скажи все равно это очень опасная тенденция ну посмотрим как будет дальше развиваться развиваться события кстати накануне Германия начала рассматривать вопрос депортации беженцев из арабских государств а они все мусульмане вот и даже сейчас рассматривается в бундестаге рассматривается вопрос принятия закона о депортации вот этих мигрантов которых там Меркель насобирала пачками сколько она там миллион по разным оценкам говорят миллион Меркель мигрантов которые она вынудила принять Европу этих мигрантов и не дала никому из стран там только внутреннее было противостояние когда отдельные страны Евросоюза отказывались принимать этих мигрантов когда она их начала распихивать по всей территории Европы вот вот такая вот назревает там нехорошая точнее в мире назревает нехорошая тенденция раскол мирового сообщества по религиозному принципу это очень очень опасная тенденция далее там же в Испании еще одна очень хорошая новость для нас в Испании началось обучение наших украинских военных на зенитно-ракетные комплексы ХАУК об этом сообщило Министерство обороны Испании так что прибыла группа наших военнослужащих они будут обучаться и потом вместе с этим комплексом будут вернуться в Украину и заступят на боевое дежурство так что да это комплекс еще 60-70-х годов будем так это комплекс годов холодной войны средней дальности до 50 километров но довольно на сегодняшний день может стать довольно эффективным в борьбе особенно в борьбе с авиацией которая сбрасывает вот эти управляемые управляемые авиабомбы расширской авиации а также с вертушками которые применяют ракеты вихрь и пытаются выбивать нашу бронетехнику с боевых порядков наших войск ну и вишенкой на торте сегодняшнего дня будет сногсшибательная новость в плане в плане репрессий 37-го года образца 37-го года так правильнее будет сказать Россия не только закрывает внешний занавес и уходит в такую глухую изоляцию я вам вчера рассказывал что уже даже дипломатам рекомендовано в Брюсселе принят специальный циркуляр чтобы дипломаты Европейского Союза не пачкали руки ручкой с расширскими дипломатами так вот в России принято решение что библиотекари будут сообщать в соответствующие органы помните компетентные органы будут сообщать о том кто брал книги читать книги иноагентов вы знаете что в России есть такой закон который определяет всех причастных к средствам массовой информации и к литературе определяет их как своих и чужих чужих их называют иноагентами их признают иноагентами ну соответственно есть там определенные ограничения так вот книги написанные иноагентами или людьми признанными иноагентами в Российской Федерации в библиотеках будут выдаваться только при наличии паспорта то есть при достижении 18 лет это вот первый звоночек прозвучал в основном в Омской Красноярской и Новосибирской областях или регионах Российской Федерации там перестали выдавать книги иноагентов гражданам которые не достигли совершеннолетия это раз такие книги убрали с полок они не выставлены в открытом доступе то есть их надо если человек хочет ее почитать он должен знать автора название книги чтобы ее нашли на полках их нету чтобы их получить эти книги для чтения необходимо обратиться к библиотекарю лично и предоставить свой паспорт а библиотекарь судя по постановке вопроса всех неблагожелательных будет отмечать в списке то есть выдавать на основе паспортных данных с дальнейшими последствиями для любителей инакомыслия вот такое вот такое вот новшество появилось теперь в Российской Федерации то есть даже читать ну это напоминает помните Гитлер сжигал книги всех инакомыслящих книги сжигали расисты сделали первый шаг они их убрали из открытого доступа и доступ к этим книгам которые авторы которых являются признаны в России иноагентами занесены в черный список и люди не могут свободно получить к этому доступ то есть начинается информационная изоляция внутренняя информационная изоляция в Российской Федерации вот вот такая вот вишенка на торте сегодняшнего военно-политического блока мы на этом с вами первый раздел нашего видео-обзора закончим я по традиции сделаю паузу вас по традиции приглашаю кто еще не подписан подписаться на мой канал для того чтобы а кто смотрит это видео поставьте пожалуйста ему лайк для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей и через некоторые время мы с вами продолжим а продолжим мы с вами как обычно ответом на те вопросы которые вы задали в предыдущем видео и первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий добрый день подскажите пожалуйста почему колонны с техникой выезжают днем почему колонны техники не выезжают ночью ведь их тогда в разы сложнее заметить используя аэроразведку с дроном а так слишком много техники уничтожают до того как выехали на позицию дело в том что сейчас осень если вы заметили и ночная температура она намного ниже чем дневная а на сегодняшний день дроны имеют еще большинство уже кстати дронов надо отметить что большинство дронов имеют камеру видеокамеру с которой захватывает и инфракрасный диапазон и может работать в тепловизийном режиме поэтому в ночное время эти камеры прекрасно видят и в холодном воздухе машины бронемашины с горячим работающим двигателем и сидящими на них людьми видны за десятки километров в дневное время когда пригревает солнышко контраст использовать во-первых инфракрасный режим довольно проблематично при ярком освещении это раз и второе температура воздуха она сглаживает разницу и контрастное изображение кстати тепловизионное оно идет в черно-белом режиме или в тепловом там цветной режим но там по яркости от красного до зеленого или даже до синего синие это холодные предметы а красного цвета пятна это горячая горячая часть чем краснее тем горячее чем синее тем холоднее так принцип работы тепловизора поэтому поэтому и колонны выдвигаются в основном в светлое время суток это раз второе ночные атаки довольно проблематичны потому что для того чтобы проводить ночные атаки необходимо во первых технику оборудовать тепловизорами или приборами ночного видения и каждому бойцу надо дать прибор ночного видения потому что с фонариком на штурмовые действия ночью солдат не пойдет солдату нужен ночной прибор для того чтобы он мог ориентироваться в кромешной темноте вот две причины как минимум это оснащенность ночными приборами раз и второе личного состава и техники это раз и второе способность сегодняшних дронов в большинстве своем способность дронов хорошо видеть в ночное время вопрос расскажите немного подробнее про про договор об обычных вооруженных силах в Европе что значит этот договор что теперь изменится когда он приостановлен к чему это приведет в будущем и влияет ли это как-то на нашу страну спасибо смотрите договор об обычных вооружениях в Европе был главное его предназначение было сократить или ограничить накачивание европейской части нашего континента обычными видами вооружений там четко было прописано что каждая из сторон допустим на страны НАТО НАТО как с одной стороны с другой стороны с другой стороны ну тогда этот самый Рашистская Федерация вот еще тогда еще Советский Союз изначально обязались обязались иметь там не более по категориям было не более там допустим трех или двух тысяч танков не более там двух трех тысяч стволов артиллерии и там так далее там по категориям в основном там артиллерийские стволы калибра больше 100 миллиметров оговаривались соответственно и другая сторона брала на себя обязательства не увеличивать контингенты мы кстати когда этот договор был подписан мы видели большое сокращение военных баз на территории Европы на натовских очень много было в одной Германии там количество баз уменьшилось почти в три раза и допустим Соединенные Штаты забрали довольно большой контингент своих войск с территории Европы к себе домой вот соответственно Советский Союз когда еще начинал этот договор потом Рашистская Федерация в первые там годы правоприем когда они объявили себя правоприемником СССР они тоже сокращали и вывозили почему все базы хранения основные базы хранения техники вооружения находятся за Уралом именно за Уралом потому что по Уральским горам и реке Урал проходит 100 граница Европы и Азии там и азиатская часть и на нее договор не распространялся этот договор но в ночь на 7 ноября РФ окончательно вышло из этого договора естественно НАТО ответило зеркально что они приостанавливают свое членство в этом договоре что это означает это означает что теперь каждая из сторон бывших бывших уже можно сказать подписантов этого договора не имеет никаких ограничительных планок в плане наращивания количества вооружения по калибрам 100 миллиметров и более 100 миллиметров то есть можно без ограничений накачивать европейскую часть РФ и танками перевозить базы хранения на европейскую часть артиллерии и другими огневыми средствами то же самое могут делать страны Европы страны-члены НАТО тоже могут спокойно без каких-либо ограничений наращивать свои вооруженные силы обычные виды вооружения конвенциальные речь идет о конвенциальном оружии вот чем чреват прекращение этого договора соответственно мы в рамках этого договора должны будем теперь уже должны были соблюдать нормы по количествам как участницы этого договора но так как договор прекратил свое свое действие приостановлено его действие а Россия вообще из него вышла то мы теперь тоже паритетно для обеспечения собственной безопасности должны искать во-первых коллективную систему безопасности потому что мы самостоятельно не потянем такое количество вооружений которые будут наращивать сейчас Российская Федерация а они будут они именно для этого и вышли чтобы сейчас развернуть огромную группировку кстати если вы смотрели планы погуглите очень интересно есть план развития Российской армии на ближайшую на среднесрочную долгосрочную перспективу так они там 49 частей соединения и объединения они хотят сформировать в ближайшие годы там только дивизии они там полков бригад там около около 100 они собираются развернуть дивизии около 20 там корпуса армии все остальное они собираются ну еще полтора миллиона армию они собираются полутора миллионную армию развернуть ближайшим уже закон принят о развертывании армии соответственно вооружение будет наращиваться под этот комплект и резерв на этот же комплект нужен будет создавать резерв так что где-то на 2 миллионную армию они будут сейчас наращивать вооружение в Европе на европейском континенте ну если конечно у них получится если хватит на все денег потянет экономика и так далее и тому подобное факторов много но сама заявка очень грозная и очень большая вот что такое прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе то есть тормоза отпущены плана больше ограничений никаких нет каждый наращивает армию настолько насколько может хочет вот такой большой вопрос к сожалению ни разу не посчастливилось быть вами услышанным ну вот наконец-то вы мной услышаны статья Валерия Федоровича Залужного наделала шума не только у нас но и во многих западных странах партнерах Украины во многих печатных изданиях ее называют холодным душем для наших союзников не прослеживаете ли вы в этом малопопулярную в широких массах мысль о которой не принято вслух говорить и которую стараются на западе не поднимать о том что передаваемое Украине вооружение стран-партнеров которые они считают сверхсовременным показало свою несостоятельность и неэффективность на поле боя Леопард уничтожается одним ланцетом РЭБ уводят сверхточные боеприпасы от целей лишь вопрос времени когда ПВО противника сможет эффективно сбивать самую современную авиацию а пересечение минных полей по 20 км вглубь даже в 2023 году практически непосильная задача эффективность стремительно падает с каждым месяцем и единственный вывод наращивать не качеством а количеством средств уничтожения чем нас не балует при этом современное совершенно непонятно как бороться с многочисленным противником который не считается с потерями и мы банально не успеваем перезарядить пулеметы так это эрефия то что так это эрефия что тогда говорить о фанатах из КНР которые могут миллионами умирать под выстрелами под выстрелами с улыбкой на лице во славу компартии единственный выход победить в этой войне это многократно увеличить количество вооружения которое уже успело к этому времени морально устареть и пока не изобретут браслеты и летающие тарелки с плазменными пушками таков основной посыл статьи залужного таков основной посыл статьи залужного не совсем таков дело в том что посыл статьи залужного во первых надо увеличить количество поставляемого Во-вторых, он просит технологический прорыв, он просит современное вооружение. Обратите внимание, что нам дают не самое современное вооружение. Вот в чем фишка, в чем проблема главная. Если нам дают Абрамсы, то с них снята броня с обедненным ураном, что делает этот танк намного уязвимее на поле боя. Нам дают леопарды и первые, и вторые. Вторых, кстати, леопардов дают меньше, чем первой версии. Это раз. Во-вторых, версия, которую нам дают, она не имеет того полного оснащения, которое может сегодня поставить компания Rain Metal, чтобы танк обводил от себя управляемые боеприпасы и отстреливал снаряды, летящие в него. Вот что говорит заложник, понимаете? Что дайте, сколько нам, нам же же рэп оперативно-тактического и оперативного уровня не дали вообще ни одного. Про авиацию я молчу, ракеты нам там тоже не дали. Кстати, те, которые ракеты дали, они прекрасно себе зарекомендовали. И ракеты Scalp, и ракеты Storm Shadow показывают прекрасную живучесть в условиях расширского ПВО. Прекрасно. Но это ж один вид вооружения, и количество этих ракет не такое уже большое. Да и носители этих ракет, старенькие Су-24, а не F-16, допустим. Или там какие-то другие самолеты, которые могут их поднимать на свой борт, брать на борт. Вот о чем говорит заложник, что дайте огневые комплексы в артиллерию, когда не то что разнобойно, а радары сегодня у нас с НТПК, контрбатарейной борьбы у нас американские. А артиллерия, посмотрите, у нас артиллерия сегодня это такое, я бы сказал, разношерстная, пестрая палитра. У нас фактически собраны все образцы артиллерии. И словацкие Сюзанны, и чешские Данны, и шведские Арчеры, и французские Цезари, и американские М109, и немецкие PH-2000. Чего у нас еще нету? Понимаете, нам дают три семерки, но без модуля GPS-овского. Сейчас вам несколько передали с модулями, которые могут применять высокоточные боеприпасы, которые могут установки для стрельбы готовить. Ведь одними Хаймарсами не победишь. Вот о чем говорит заложник. Заложник говорит, что перестаньте для нас собирать Т-72, Т-55 по БМП-1, БМП-2 по армиям, которые, или по странам, которые ранее покупали это вооружение у Советского Союза. Вот что он говорит. Перестаньте. Дайте нам Леопард 2А6 в версии с полным комплектом электроники, который в него можно вставить. Вот что он говорит. Дайте Амбрамсы с броней с обедненного урана. Вот о чем он говорит. Дайте нам носители для ракет Скальпи, Штормшедов, современные, западного образца, которые могут работать в условиях российской РЭП. И в условиях российского ПВО. Вот о чем говорит заложник. Понимаете? А Запад, вот и почему холодным душам для Запада. Они думали, что они нам дали там танки чуть-чуть лучше, чем старые советские. И уже все, мы должны всех победить и все сделать. И дали этих танков, просили сколько? Просили там под 500-700 танков, а дали сколько? 300. Это ж небо и земля. Так что именно вот об этом статья заложного. Эта статья больше направлена нам, как бы для понимания реальной ситуации, а для Запада это действительно холодный душ. Что ребята, понятно, что вы даете, но луки и стрелы, это уже эпоха прошла. Давайте уже бластеры и там другие, и лазерные мечи, как вы написали в своем вопросе. Вот именно об этом статья генерала заложного. Так что будем надеяться, что Рамштайн в этом месяце, в ноябре, именно пройдет под этим девизом. Больше техники хорошей и разной. Или больше вооружения хорошего и разного. Современного и эффективного. Когда мы получили кассетный боеприпас? И сколько мы получили кассетных боеприпасов? А если бы у нас кассетка была с началом поставок артиллерии, с весны 22-го года, то сколько мы бы накосили расистов на нашей земле? Намного больше. Сможет ли армия Украины стать, как в Швейцарии? Спасибо вам за ответ. Думаю, что да. В перспективе да. Кстати, именно концепция, которую сейчас приняли, наконец-то приняли, это то, что мы не успели сделать до начала массированного вторжения. Перейти на организационно-штатную структуру цивилизованных армий. Наконец-то мы выработали свою концепцию. Я думаю, что именно, ну, не совсем швейцарский вариант. Я думаю, что здесь, скорее всего, больше будет, наверное, ну, такой, здесь будет смесь швейцарского и, допустим, немецкого или израильского варианта. Почему? Потому что мы переходим на профессиональную армию, это раз. Второе, в Швейцарии армия резервная, и она разворачивается. Там есть Орх-ядро, которое, боевое ядро, которое предназначено как в качестве сил быстрого реагирования, чтобы отреагировать на кризисную ситуацию мгновенно, а дальше разворачивается резерв. И они там за трое суток, за 72 часа, они там 600 тысяч ставят под ружьем. Примерно такие цифры. Вот. А у нас мы, мы не можем себе такого позволить, мы будем вынуждены содержать где-то 300-400 тысяч под ружьем в постоянного состава армию. И эта армия, которая будет реагировать, она вся должна быть в постоянной боевой готовности и быть способна реагировать на кризисную ситуацию на любом участке государственной границы. А дальше идет резервная армия, резерв. То есть, смотрите, мы всех военнообязанных, которые попадают в категорию военнообязанных по этой концепции, и достигших призывного возраста, мы будем призывать на сборы, обучать, присваивать военно-учетную специальность, давать квалификацию. И дальше будет два варианта. Либо он подписывает, либо он уходит, три даже. Первый вариант. Он подписывает контракт и идет в ряды вооруженных сил служить. Профессионал, контрактник. Дальше второй вариант. Это он подписывает контракт на прохождение службы в резерве. И он резервист, он за это получает деньги. Но при этом он соблюдает условия контракта. Допустим, держит себя в хорошей... Не бухает с утра до вечера, держит себя в хорошей физической форме. Периодически его призывают на сборы, которые тоже оплачиваются, с сохранением рабочего места. И, соответственно, он подтверждает свою квалификацию, или улучшает ее, или меняет ее. Все зависит от необходимости в данный момент. Но он дальше проходит. И третий вариант. Он, получив военно-отчетную специальность, возвращается домой и уходит в мобилизационный резерв страны. То есть в случае объявления о мобилизации страны его тоже призовут, но после резерва. Вот такая концепция. Поэтому это не совсем швейцарский вариант. Нам придется, ввиду наличия такого сумасшедшего соседа, нам придется держать развернутую армию, плюс армию резерва и моб-ресурс страны. Вот примерно так. Ну, во всяком случае, я так понял эту концепцию. Как вы считаете, если возродить старый добрый Ил-2 или что-то подобное для борьбы с шахедами, и их можно использовать для тренировки молодых летчиков? Ну, вы уже вообще в историю. Давайте возродим самолет братьев Райт. Во-первых, Ил-2, Илюшин, это штурмовик. Во-вторых, его предприятие Илюшина находится на территории Российской Федерации. Поэтому возродить мы его никак не можем. Это раз. Второе, технологии ушли далеко вперед. Есть куча других самолетов, дозвуковых, малой и малой, средней авиации. Но их надо покупать. Под них надо базу, под них надо специалистов, под них надо пилотов. Пока мы создадим этот авиапарк с полным обеспечением. Во-первых, это деньги, очень большие. Во-вторых, это время. Нас того времени на сегодняшний день нет. Гораздо дешевле и быстрее создавать, более активно создавать вот эти мобильные группы и вооружать их имеющимися образцами вооружения для борьбы с шахедами. И, кстати, вы не забывайте, что та авиация, которую мы применяем сегодня, истребительная авиация, не штурмовая, а истребительная авиация, борется с шахедами. Они ведут с ними как воздушный бой. Она сегодня может летать на двух скоростях, как на сверхзвуковой, так и на дозвуковой. Когда надо быстро достигнуть района перехвата шахедов, они идут на сверхзвуковой скорости. Потом они сходят со звукового барьера и на дозвуковой скорости начинается уже воздушная охота на эти шахеды. Так что, ну, вы понимаете, что это усложняет систему. Если в воздухе авиация, то наземные средства могут только наблюдать, чтобы не позбивать еще свои самолеты. Это довольно сложно. Очень много поднимался этот вопрос. Вот этой малой авиации предлагали там пулеметы ставить на самолеты яркие. Вот эти, которые маленькие, гражданские. Ну, в связи с этим я сказал, время, дороговизна, время и большой объем работы по организации и содержанию этого парка самолетов. Во время Второй мировой в Соединенных Штатах дальтоники были очень ценны, так как по сравнению с остальными они могли хорошо замаскированного человека заметить без труда. По-вашему, используем ли мы такую же тактику и хороши ли такие люди, как снайпера? Ну и, кстати, именно в снайперские разведподразделения этих дальтоников и набирали. Особенность была в том, что человек, который не различает цвета в условиях джунглей. Это была вьетнамская война, вьетнамская компания в Соединенных Штатах. В условиях джунглей, когда все пестрит вот в этом зеленом цвете и рябит в глазах от него, дальтоник спокойно воспринимает, потому что он не различает цвета и хорошо видит замаскированного человека. Он его видит по основным контурным признакам. Да, их использовали в качестве разведчика, в качестве снайперов. Есть ли у нас такая практика? На сегодняшний день я поискал, не нашел материала. Так что, думаю, может быть и нет. Тем более, что у нас не джунгли. У нас местность довольно сложная и равнинная. Она сложно составная. Она состоит из, начиная от холмистой, резко пересеченной местности, заканчивая степями. То есть, где-то это полезно, где-то это будет совсем не полезно. Но, думаю, что люди даже с дальтонизмом, в принципе, могут служить. В армии никто, это не есть ограничение для прохождения службы. Вполне возможно, что где-то в каких-то подразделениях их и используют. Но, во всяком случае, в масштабах вооруженных сил, такой информации я не нашел. Подскажите, пожалуйста, на вашу думку, чому не проводятся обмени полоненными? Чому все мовчать про азовцев, которых судят в Ростове? Трешки поговорили и затихли. А про их обмюн все мовчать. А их там тримают и в нелюдских условиях. Постойно бьют и судят. Ни за что. Там находится мой знакомый, которого забрали из дома на начале войны. Невже наша влада про них забула. Оксана Днепра. Никто ни про кого не забыл. И буквально пару дней назад я вам объяснял, отвечал на вопрос, почему нет обмена пленными. Потому что обмен пленными можно производить только при условии, когда в этом заинтересованы обе стороны. Обе стороны конфликта. Рашистская федерация сейчас не проявляет никакого интереса к обмену пленными. Они пообменивали пленных сначала. Сначала они забирали своих летчиков. Помните, у нас была дилемма отдавать, не отдавать летчиков. Потому что они военные преступники. Они бомбили мирные города и знали, что они бомбили. Гражданские объекты убивали гражданских. Но мы были вынуждены, потому что цена вопроса была довольно большая. Нас за одного летчика давали несколько десятков наших военнослужащих. Мы пошли на этот обмен. Потом было очень активно меняли кадыровцев, которые попадали в плен. Потому что так хотел Кадыров. И военное начальство ничего не могло с этим сделать. Они шли на обмен. Сегодня у нас даже есть старшие офицеры от майора и выше в плену. Рашистской федерации, российскому командованию по барабану. Они не хотят забирать этих пленных. По разным причинам. Думаю, что тут, начиная от того, что эти пленные расскажут правду о содержании у нас в плену. Могут рассказать также правду о том, что у нас тут нет нацистов и бандеровцев. Что мы ни те, ни другие. А что мы защищаем свою страну от нашествия русских фашистов. От русского фашизма мы защищаем. И это может... А так как их никто же пленных не собирается отпускать. Вспомните, мы даже были случаи, когда дважды попадали в плен. Только обменяли его, а он опять попадает в плен. Потому что его никуда домой не отпускают. Он жив-здоров. И его сразу же ставят в строй. Но рассказывая личному составу все приключения, которые он здесь прошел. Видимо они поняли, что нельзя этого допустить. Рот не закроешь. Все равно будут шептаться. А ОБС, одна баба сказала, они распространяются, слухи распространяются быстрее, чем в сети интернет. Пакеты информации летят. Поэтому и это очень сильно деморализует личный состав. Скорее всего, ну это мое предположение, скорее всего Российская Федерация, именно поэтому не заинтересована в возврате этих пленных. И потому переговоры о возврате пленных, они практически стоят на месте, топчутся на месте. Что бы мы ни делали, они отказываются вести эти переговоры. Вот именно поэтому мы ничего не можем сделать. Международные организации тоже не могут ничего сделать, потому что сегодня нет юридического статуса войны. Нельзя даже присвоить на международном уровне, в международном праве, нельзя присвоить этим людям статус военно-пленных. Вот почему. Вот почему. Потому что нет состояния войны ни с одной стороны, ни с другой. У нас есть отдельный закон, разрешающий поведение боевых действий вооруженным силам Украины в условиях военного положения. И я. Поэтому фактически в этом плане мы один на один с врагом, но врагу по барабану сколько пленных, и они не хотят их забирать обратно. Вот и все. В этом главная проблема. Если мы найдем какой-то рычаг или что-то заинтересует врага, тогда переговоры возобновляются, ведут их спецслужбы наши. В основном это через внешнюю разведку делается, у них есть каналы связи, по которым решается вопрос обмена. Но, я так понимаю, в последнее время никаких интересующих РФ у нас людей, наличия среди пленных у нас расистов, на сегодняшний день, к сожалению, нет. Судя по тому, что нет очередных обменов пленными. Вот такая вот, к сожалению, печальная история. Так. А если дрон будет заточен исключительно на пошук и снищение расистских средств РЭП, вважаючи на количество этих РЭП, РЭП и их эффективность, вважаю, что донесение этой идеи до разработчиков наших беспилотников может быть полезным. Я думаю, что наши разработчики беспилотников знают об этой идее. Дело в том, что я вот зачитывал в предыдущих видео, вы задавали аналогичный вопрос, что переключался дрон с цели на станцию РЭП в случае появления таковой постановки помех. Это надо менять полностью мозги у беспилотника. Мозги должны быть заточены, как у ракеты ХАРМ, противорадиолокационной ракеты. Вот она, увидев источник помех, она определяет его как цель и идет исключительно на этот источник. Поэтому, видимо, это технологически сложная функция, которую... Но будем надеяться, что нас услышат те, кто разрабатывает дроны. Может быть, кто-то напишет в комментариях, почему это можно сделать или нельзя. Вот. И я это озвучу. Вот. И, соответственно, с указанием причин, почему это... Если нельзя, то почему? Если можно, то, опять же, почему не делаем? Ну, вот такой вот... Было бы неплохо услышать обратную связь от вас. Можно ли такое сделать? Ну, пока из того, что я знаю, из того, что вот подчеркнул я в источниках информации, то проблема состоит именно в электронике. В системе навигации и управления этими беспилотниками она должна быть совсем другая. И заточена должна быть именно под постановщики помех, радиоэлектронных помех. Вот. Тогда, да, тогда эти беспилотники будут считаться убийцами РЭП. Уже спрашивал, ответа не получил. Еще раз спрашиваю. Неужели для этого нельзя задействовать малую авиацию? Достаточно оборудовать малые самолеты радаром, пулеметом, и очень легко можно заходить в хвост и сбивать шахеды один за одним. Ну, я уже объяснил, что эта авиация, пока она далеки до места перехвата шахедов, шахеды уже поразят или разойдутся по разным направлениям, что они и делают, маневрируют постоянно, либо поразят те цели, по которым они шли. Плюс у нас нету этой малой авиации. Это все надо создавать с нуля. Закупать эти самолеты, надо ставить на них вооружение, нужны аэродромы, аэродромная служба, технический персонал надо обучать, готовить пилотов под это, ну и все остальное. Соответственно, это время. Пока мы создадим эту армию малой авиации, вот, то и война может закончиться к тому времени. Поэтому, нет, если бы это было целесообразно, поверьте, за два года, почти за два года войны, за 20 с лишним месяцев войны, мы бы уже это сделали. Раз это не делается, значит, на сегодняшний день, ну, это либо неэффективно, либо у нас нет таких возможностей создать этот парк авиации. А вот истребительная, я вот в предыдущем вопросе отвечал на него, а вот истребительная авиация, которая применяется, она может летать и на сверхзвуковой, и на дозвуковой скорости. То есть, до района, до точки перехвата она идет на сверхзвуковой скорости, а потом устраивает охоту на эти дроны уже в том районе, где она их перехватывает, на дозвуковой скорости. Это раз. Второе, вы не забывайте, что когда будет работать эта малая авиация в воздухе, или даже когда работает наша истребительная авиация в воздухе, системы ПВО молчат. Молчат, чтобы не позбивать свои самолеты. И только когда они отваливают, наши летчики, на свой аэродром, закончив выполнение задачи, все, что осталось в воздухе, добивает система ПВО. Поэтому этот вопрос периодически всплывает на протяжении всех 20 месяцев, буквально там чуть ли не с первого месяца войны, да, действительно, но я вам объяснил. Видимо, либо у нас нет такой возможности, либо это неэффективно. Сообщалось давно уже о том, что Австралия передает Украине 41 самолет F-18A. Больше нет об этом сообщений. А вдруг вы в курсе, как обстоит это дело, или уже забыто? Спрашиваю второй раз. Первый раз спрашивал в начале сентября, но вы пропустили. Дело в том, что этот вопрос забыт и похоронен. Австралия потом изменила свое. Буквально, кстати, сразу же, после того, как они сказали, что они могут нам передать, что у них есть 41 самолет, который они выводят из боевого состава в ВВС Австралии, взамен меняют их на F-35. После этого представители или политики, или чиновники, я уже не помню, австралийские сказали, что нет, этот вопрос передачи самолета в Украине рассматриваться не будет. То есть нет, никто ничего нам, из Австралии уже никто давно ничего не передает. Я имею в виду именно в отношении самолетов. Австралия, кстати, помогала нам бронемашинами очень хорошо, помогала гуманитаркой хорошо, боеприпасами. Ну, сейчас, в последнее время, я уже давно не слышал, чтобы от Австралии нам была какая-то военно-техническая помощь. Так что про самолеты можете, про F-18A австралийские, можете пока забыть. В такой вопрос. Запад выставил ультиматум РФ и если главный дегенерат РФ и Путлер пойдет на выборы и в очередной раз займет место главного фашиста России, то его не признают на международном уровне. А как же с дипломатами РФ и после переизбрания главного сказочника РФ и потери легитимности на международном уровне? По идее, дипломаты и все политическое руководство должны потерять дипломатический статус. Что будет? Нет, дипломатический статус они не потеряют. Почему? Потому что статус дипломатов это немножко другое. Но то, что действительно, кстати, Европейский Союз принял уже резолюцию о том, что если Путин будет баллотироваться в очередной раз на пост президента РФ, то они не признают эти выборы легитимными. И да, Путин будет как Белоруссия, как Лукашенко. Они будут два брата-близнеца. Тот нелегитимный на сегодняшний день, естественно, с ним никто не ведет никаких переговоров, он не рукопожимает, он никуда не ездит, кроме тех стран, которые его там признали. Это СНГ, ОДКБ, и то в ОДКБ как-то там под большим вопросом некоторые ее члены. Точнее, не ОДКБ там все признали, а вот в БРИКС, там его особо не жалуют. Но то же самое будет с Путиным. Путин будет признан как нелегитимный президент РФ, естественно, с ним никто никаких договоров и переговоров вести не будет. А государство, Рашистская Федерация, государство будет существовать. Соответственно, дипломатический корпус этого государства тоже будет существовать. И дипломаты будут каналом связи с этим государством, у которого будет непризнанный, международно непризнанный политический лидер. Вот так, во всяком случае, гласит международное право. Хотя оно сегодня уже нелегитимно и фактически международное право было убито в 2000, да даже раньше, наверное, с войной в Грузии в 2008 году. Тогда Россия, когда напал на другую страну, являясь членом Совета Безопасности ООН, постоянным членом, который должна бороться за мир во всем мире, вот тогда международное право фактически умерло. Ну а 14-й год нападения на Украину, его просто добило окончательно. И тем более нападения сегодняшние. Доброго времени дня. Дякую за информацию. Такое питание, что по ЗАЭС, Запорожско-Атомный, останним часом, ну, геть не яких новин. Чи відомо вам щось? Дякую, слава Украине. Из последних новостей, которые известны, Россия всеми силами пытается переключить, точнее, подключить Запорожскую атомную станцию к Рашизской энергосистеме. Даже были попытки начать строительство подстанции, которая бы служила как переходником между Запорожской атомной и Рашизской энергосистемой. У нас энергосистема работает по стандарту Европейского Союза. И станция до сих пор не переподключена. Она подключена к нашей энергосистеме и получает она внешнюю электроэнергию для внутреннего потребления, для обеспечения. Там нельзя ее полностью отключить, чтобы она работала в запнутом цинкле. И, насколько известно, один реактор, по-моему, пятый сейчас реактор переведен в горячий режим, а все остальные с первого по четвертый и шестой реактор, они находятся в холодном режиме. То есть в режиме холодной остановки. А пятый работает в горячем режиме. Он дает тепловую и электрическую энергию для внутреннего потребления. Но как возбудитель или как триггер для производства этой энергии, обслуживания и обеспечения работоспособности самой станции, внешне станция подключена к нашей энергосистеме. Рашисты так и не смогли. Кстати, сейчас там поднимается вопрос, опять, точнее, начал подниматься вопрос в Москве о том, что надо переключить, попытаться очередной раз переключить Запорожскую атомную на Рашистскую энергосистему. А так, других изменений нет. Недавно МАГАТЭ провело ротацию своих специалистов на этой станции. Они поменяли, так что они там присутствуют, они мониторят ситуацию. В общем, она в пределах рамок безопасности, ситуация на самой станции. И слава богу, эти расистские шантажисты, Путин и Медведевы всякие и другие, немного успокоились. И сейчас нет этого шантажа, что доведем станцию до взрыва, но виноваты будете вы. Вот такая вот обстановка вокруг Запорожской атомной станции. Я так понимаю, что сейчас в связи с отдачей такого или поднятием этого вопроса опять на щит, что надо переключать станцию сейчас, возобновляться какая-то мышиная возня вокруг Запорожской атомной. В плане, опять-таки, ее же надо перенастроить. Или построить подстанцию, которая будет являться переходником между АЗС и Рашистской энергосистемой. Посмотрим, как здесь будут развиваться события. Ну что ж, на этом мы с вами закончим второй раздел нашего видео, ответом на ваши вопросы. И у нас остается третий раздел, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И начать я хочу третий раздел с... Появилось интервью генерала Виктора Харенко, которого так, ну вообще непонятно как сняли, на основании представления министра обороны Умерова, вот, в обход главкома генерала Залужного, он был командующий сил специальных операций, он высказал семь тезисов боевого генерала Виктора Харенко. И вот я бы хотел их озвучить в интервью. Они очень, ну мне, как по содержанию, это вот один из комментариев, которые вы прислали, и я его хочу озвучить. И так, семь тезисов боевого генерала Виктора Харенка. Первое. Есть много непоганных керевников в кабинетах, но військами из кабинетов не командуют. Не командуют без досвіду. Другое. Чтобы понять, как долать врага, нужно убить принайменно одного особиста. Я убил многих. Третя. Основная моя мета – бороться с врагами Украины. Я не знаю, чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я никогда не робив цього показово. Та я боротимуся. Четвертое. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя – помста врагам України. Пятое. Головне для мене – бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцами. Це основне – вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися. Шосте. Про що я можу жалкувати? Так, тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей. І сьоме. Важко, будучи вожаком, покидати свою зграю. Та вовк може полювати і на однці. Головне, що завжди є на кого. Ворогів у нас вистачає. Честь. Ось такі тези ви прислали. Я їх вирішив озвучити. Далі. Мій бедний ежедневний обстреливаємий Никополь знаходиться в Днепропетровській області. І її, який випуск подряд не упомінає. Создається ощущення, що про нас совсем забыли. Ніхто не забував. Я, кстати, дуже часто кажу, що від Нікополя до Херсона правий берег весь подвергається обстрілам артиллії і авіції противника. Якщо американськими ружьями дуже сложно попасть в дроны, то як спортсмени дуже легко подстреливають літячі тарелки і розносять їх в пыль. Видимо, у них ружьо під такі ціли. Можна ли такі ружья использовать на войне исключительно проти дронів? Нет, нельзя. Ці ружья, у них дуже близкий бой. В-первых, там заряджається, якщо я не зрозуміюся, там заряджається не пуля, там либо кортеч, либо дробь. Надо посмотреть. І тільки за счет цього попадають в цю летячу тарелку. І дистанція, якщо ви обратили внимание, там буквально 25, максимум 50 метров. Так що нет. А дрон летит от 500 і выше метров. Так що нет, ці ружья нельзя там использовать. РЛС на аеростаті – хороша идея. Насчет дальності не переживайте. Чем выше, тем дальше видят. Даже при малой мощності излучення. Проблема с електропитанням є, але в принципі решаєма. Просто об цьому ніхто не думав. Мільйон колег. Ну, по чеченской і афганской ми знаємо, що потім з ними буде. Нікаких выплат, пенсія скудна, по інвалідності – це катастрофа. Да, РФІ – це вже дважды проходило. К сожалению, виплачувати за ущерб, нанесений Україні, будуть не олигархи, депутати, чиновники і руководство РФ, а буде обманутий і обворований теми же олигархами і чиновниками народ РФІ. С наступлением холодов при постоянній атакі логістических цепочок армія РФІ на передових позиціях состояние бойців станет катастрофическим. Сьогодні по першому телеканалу Німеччини показували виробництво снарядів заводу «Рейнметал», виключеного для України. Цікаво, що вважаючи наступ зимы, снаряди контролюються на морозостійкість. Контрольні партиї охолоджують до минус 45 градусів за Цельсієм. По поводу того, що западні істребітелі прилетят в Україну, також як самоліты зараз летають в нашому віздушному пространстві. Ви почему-то делаєте вид, що не замечаєте разні. Во-первых, вони взлетят условно з румынського аеродрома, долетят до нашої границі і вже тільки тоді окажуться в нашому віздушному пространстві. В чому разніка? Разніка в тому, що зараз наша авіація не обстреливається, коли летає, якщо летає близько к границі з Європою. А тоді РФ запустит по цим нашим западним істребітелям ракети. І вони, естественно, совершенно случайно, в кавычках, улетят на територію Румыниї. Вопрос. Таке розвитие ситуации Румыниї зачем нужно? Во-вторых, проблемой для условної Румыниї на этом не кончається. Вполне вероятно, що РФ в відмістку організує дронові атаки на соответствуючі румынські аеропорти. Ми ж можемо делать атаки дронами на територію РФ. І даже якщо делали їх по Москве, і даже делали їх по Москве, значить РФ на це під силу. Опять же, вопрос, зачем условно Румыниї, такий риск. С моей точки зрения, Польща, Венгрия, Словакия, Румыния, Молдова – це те країни, в которых можна только принудить дати можливість нашим пилотам взлетати з їх аеродромів, щоб перегнати істребітелі к нам. Ну і дуже добре, ну і дуже добре, матеріально заінтересувати. Вопрос в том, есть ли у США такие рычаги воздействия или соответствующая сумма денег. Якщо є, с доставкою самолітів не буде никаких проблем. Якщо немає, то і по скриптум. Якщо б ми ограничились Германію, то вопроса по каналам доставки істребітелів вообще б не відникало. Т.е. не осмелиться РФ даже случайно запустить ракету по территории Германии. А вот на территорию, скажем, Польщу – вполне. Ну вот я даже вернусь к началу, чтобы ничего не пропустить. Вы абсолютно не правы. Дело в том, что Рашистская Федерация не обстреливает наши самолёты, не сбивает наши самолёты, потому что не достаёт средствами ПВО. Я напомню, что самая дальняя ракета средств ПВО РФ – это 200 км. Это комплекс С-400. Она до 200 км по самолётам может работать. И то не по всем типам. По истребительной авиации или по малой авиации, можем так сказать, у неё дальность резко сокращается на десятки км. 200 – это по транспортнику она может дать. Даже с принятием новой ракеты на вооружение, вот сейчас С-400, у неё дальность 380 км. Поэтому самолёты абсолютно спокойно взлетят и приземлятся. Никто, никакие дроны. Россия боится отправлять свои дроны. И вот эти провокации с ракетами, залетающими на территорию Польши, или с дронами, которые залетали на территорию Польши. Ну и что? Дроны упали на территорию Румынии. Когда они обстреливали наш порт в Румынии. И что дальше? Что сделала Румыния? Пошла войной на Россию? Нет. Они поставили систему ПВО вдоль границы и закрыли своё небо. Так что вы абсолютно не правы, никаких проблем перегнать по воздуху самолёты. ПВО РФ не достаёт дальше 200 км от их позиционных районов. То есть где-то 150 км в глубину нашей территории может доставать ПВО Российской Федерации. Но почему-то они его даже здесь не применяют. Поэтому про дроны и ракеты я уже сказал. Что никто ни по Германии, ни по Польше там, ни по... Вот они в Польшу ракета улетела, и то там было много разбирательств. И даже была версия, что это была наша ракета от системы ПВО, которая случайно залетела на территорию Польши. Так что... Ну никто ж никакой войны никому не объявил. Что касается заинтересованности, то эти страны наоборот заинтересованы в том, чтобы нам передать эти самолёты, чтобы их, как сказал... Очень хорошо сказал один из конгрессменов Соединённых Штатов, выступая в Конгрессе, когда шли дебаты по поводу постановки на голосование помощи Украине. Он сказал, если вы не хотите, чтобы американские парни погибали в Европе, защищая страны НАТО, то надо выделить деньги Украине. Точно так же здесь я скажу, что если европейские страны... А, кстати, Восточная Европа очень хорошо знакома, что такое Советский Союз. Очень. И они в России видят худшее отражение вот этого совкового образования. Поэтому они очень заинтересованы в том, чтобы их парни не погибали на их территории, защищаясь от расистов. И лучше помочь в этом плане нам, чтобы мы стали для них щитом и защитой. Так что никаких проблем в перегонке самолётов с территории этих стран абсолютно нет. Цена на нефть упала до 75 долларов за баррель. Если в мировой экономике наступит рецессия, тогда цены на нефть упадут до 40 долларов. И Россия просто обанкротится. Упадёт без выстрела, как совок крыкнулся. Как совок крыкнулся. Слава Украине! Ну, это если будет мировая рецессия. А нам надо на бога надейся, но сам не плашай. Венгрия не сможет заблокировать решение ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине на ближайшие 4 года, заявил еврокомиссар по бюджету Йохансен Хан. Чиновник полагает, что Венгрия заинтересована в принятии бюджета, иначе она не сможет получить денег из еврофондов. А, кстати, это то, о чём я говорю, что Венгрия дотационная страна в Европейском Союзе. Ну, лет 30 Россия будет разгребать последствия этой агрессии, минимум. Ощущать этот ужас непосредственно перед глазами каждый день. Когда уже после суда одна из женщин, надежды которой избавиться от коммуналки, рухнули, в отчаянии спросила судью, почему же суд не защищает законные интересы граждан. Судья с достоинством ответила, это в Америке задача суда защищать интересы граждан, а у советского суда другие задачи. Андрей Сахаров, книга воспоминания. Суть путинизма. Нам спецпенсии, спецзарплаты, спецмедицина, спецзаконы, а вам спецоперация. Человека из грязи можно вытащить, а грязь из человека никогда. Сколько зробишь вражи кроки по Украине, стильки твоего рода ляжа в домовыне. Это слова из песни. Собирать самолеты может любое предприятие. Я когда отказался служить в РФ, то небольшое время клепал в кавычках авиастабилизаторы на Южмаше. Технологии тут ни при чем. Технологии определяет КБ, а завод выпустить могут все, что дадут к производству. Там другие вещи влияют. На Южмаше должны были корпуса производить к транспортным самолетам. МИК разбирается как конструктор, поэтому пусть не несут то, что не знают. И напоследок, шведы предлагали не только СААБы, но и полностью наладить их выпуск. В этом мире порядка бардак, отсутствие мудрости и прочее. Весь мир бардак, и люди в нем такие же. Вот такой вот крик души критический. Думаю, 15 тысяч загибших в Афганской войне так само переменшено союзом цифра, как и сейчас Рашка переменшает свои втрати. Багато разил колись від військових медиків, які працювали в Кушці, чув, що це полна брехня. Вполне возможно, що СССР уменьшав количество погибших, конечно. В России давно пора заняться интересами собственного населения, русских і остальних, всіх національностей і етнічних анклавів РФІ. А не играть на руку своїм неславянським врагам в качестве пугала, которым пугають і манипулюють остальними. В тому числе Китай, США, Канаду, Германию, Японию, население Британских островов і прочее, прочее. Займитесь, наконец-то, не войной против українців, а благоустройством собственних просторов. А если кто захочет отделяться, например, із кавказців, то им скажіть, с богом, с катертью дорога, пора исправлять ошибки прежних веков. Сколько погибло із цвета нації ради Кавказа? Один ведь Лермонтов чего стоит, а грибоедов? И чего добились? Деньги влетают в трубу, медицина отстаёт, в школах многих нет отопления зимой, ни чистых туалетов для детей, ни питания, ни дорог, ни тротуаров, а паразитов клан Кадырова озолотили. Зачем? С катертью дорожка, даёшь свободную Ичкерю и айда. Ну что ж, вот такое вот патриотическое содержание комментарий. О Рашистской Федерации. На этом мы закончим с вами наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто ещё не подписан. Поставить лайк этому видео тем, кто его смотрит, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Поблагодарить спонсоров и тех, кто поддерживает мой канал. А также напомнить, что продолжается сбор средств на покупку, на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтёрским фондом Незламні Сердця. Реквизиты для оплаты и перечисления средств вы найдёте в описании к этому видео. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!